Круп 38Д Как разбираться будем? У меня крупа нет ни на одном из моих аккаунтов, ну просто по одной причине, потому что машина, она потенциально не бодрая, не веселая, не фановая, но, короче говоря, не покупал я никогда его. Но поскольку у меня есть дикое желание показать вам машину такой, какая она есть на самом деле, и вдруг кто-то из вас задумывается, а не стоит ли за какие-то паршивые 2000 золота приобрести себе пятерку, Ну, для вас я куплю сегодня на твинке данную машину и выкатим ее на первые ее бои. В комплект нам положили каму, который довольно прикольно смотрится на машине, вопросов нет, но почему-то мне кажется, что этот камуфляж смотрелся бы гораздо лучше на какой-нибудь машинке побольше по размерам, Потому что на данной машинке вся вот эта вот красота, она как-то немножко теряется ввиду малых размеров торса, на котором это все изображено. Что касается X5, то целых 10 штук и, может упрощим, ребятушки, на любые машины, а это действительно классно, действительно годно, если вы хотите прокачать себе какую-нибудь веточку, да побыстрее. Есть открытое все оборудование и слот в ангаре. Слот в ангаре отдельно у нас стоит 250 голды, поэтому по большому счету, если мы отминусуем хотя бы слот в ангаре, то уже нам этот набор, допустим, обходится в 1750. Насколько это честная математика, это уже вопрос третий. Просто констатирую факт по поводу того, что все в наборе чего-то стоит. Единственное, что ничего не стоит, это, допустим, какой-нибудь там аватар не анимированный, который в каждом наборе находится. Здесь его нет, поэтому жалеть нам по большому счету не о чем, если вдруг мы любим с вами аватары. Ну вот, допустим, здесь анимированная, а здесь не анимированная аватарочка, поэтому, ну, как бы на любителей ложат, здесь не положили. Ну вот, как есть, так есть. Что касается самой машины, сама машина, я бы сказал, ну, странная, вот серьезно. Дело в том, что она имеет довольно-таки большое время сведения, по крайней мере, заявленное. Понятное дело, что оборудкой мы сейчас это все дело подправлять будем, но, так или иначе, факт есть факт. Разброс заявленный неплохой, но все мы знаем, что эти цифры смотреть в бою надо, потому что заявленное не значит такое, как ты его будешь ощущать по факту, и машина будет позволять тебе спокойно, нормально этим пользоваться. Урон в минуту, я бы сказал, абсолютно ничем не выдающийся, даже для пятого уровня. Время перезарядки всему виной, как мне кажется, потому что 7 и практически 8 десятых, то есть приближенное к 8 секундам, это все-таки долговато. При том, что да, вроде бы и альфа хорошая 160, потому что это пятерка, и как мы знаем, на шестом левеле многие машины, особенно коллекционно из батл пассов, хвастаются именно таким средним уроном. Что касается бронепробития, 110, вроде бы для пятого уровня должно быть нормально, но опять-таки нам надо это все посмотреть с вами в бою, и мы обязательно в него отправимся. Угол склонения вниз, минус 8, чем он нам поможет, я не знаю, потому что вот такая вот у нас, ребят, броня на машине. И, честно говоря, сказать, что тут прям что-то сильно бодрое, я бы не сказал, потому что, допустим, в прямой проекции здесь 80 миллиметров брони в верхнем бронелисте и 144, да, пускай приведенки. В нижнем бронелисте с приведенкой просто 84, в башне 81. Вам даже нет необходимости, когда вы видите перед собой группа, как я понимаю, выцеливать, пытаться комбашню, которая, в принципе, на конкретно данной модельке не сильно выделяется, да, там, по своей высоте, но мне кажется, что и нет необходимости. Что касается, ну, вот, верха башни, то если вдруг кто-то сверху на вас смотреть будет на каких-то картах, где есть какие-то там большие горки, то понятное дело, что сюда вам будут забрасывать просто на уразе 16 миллиметров, а с приведенкой 45, поэтому не исключено, что сюда даже фугасы вам совать будут. То же самое касается вашей кормы. Я так понимаю, что кормой желательно не становиться, потому что 15 миллиметров, ну, извините, пробьет каждый. И я так понимаю, что даже если вдруг случайно кто-то сзади у вас въедет из союзников, то не факт, что он пушкой вам просто корму не продавит. Будет не очень приятное ощущение, мне кажется. Ну, ладно, шутки шутками, но факт фактом. Что касается бортов, тут тоже вообще, в принципе, ничего нет. Короче говоря, как я понимаю, машина явно не для танкования. Я ради прикола, точнее, даже не ради прикола, а ради интереса взял ПЗ-54, который в ветке исследования вы можете купить в любой момент себе за 2400, если я не ошибаюсь. Ну, а если будут продавать в магазине со скидками до в наборе, то за 2 косаря, как правило, данную машину продают. Обратите внимание, что броня, в принципе, очень похожа. Единственное, что меня действительно очень сильно смущает, факт того, что у ПЗ-54, которая, в принципе, славится довольно частными рандомными рикошетами, броня башни, я бы сказал, хуже. То есть, если мы посмотрим на крупа, то вроде бы по силуэту, ну, типа, даже ПЗ-54 уступать ему будет. Но все-таки здесь башня меньше по размерам, а это все-таки, ну, на что-то довлияет. Плюс она закрыта у нас экранами, поэтому необходимо еще понимать, куда там как бросить. А то, по большому счету, кто давно играет в игру, тот и так знает, куда отбрасывать надо. Что касается сравнения крупа со всеми остальными. Ну, ребят, я взял на сравнение полностью все машины СТ-класса, которые есть на уровне, и проходные, и непроходные. И по большому счету, смотрите, орудие, допустим, полностью совпадает с Т-34, Ю-5. И, честно говоря, я могу сказать, что меня, в принципе, на Ю-5 орудие, ну, в целом, не сильно смущает. То есть, не прям совсем там фонтан, но и не полное дерьмище. Что же касается всех остальных, то обратите внимание, что по ДПМу он уступает только Тайпу 3-му чину. И вот второй товарищ, это М4 Шерман. Но, опять-таки, мы знаем, что есть не только одно орудие у проходных автомобилей, поэтому здесь, как бы, сложно сказать. И, действительно, на всех ли орудиях будет похуже. Точно такой же ДПМ, заявленный у Т-25, но это сущий картон. И насколько круп соответствует картонности и понятию картонности, это мы сейчас будем с вами смотреть в бою. Что же касается сравнительной характеристики по другим каким-то машинам, вообще, я, ну, я имею в виду не по другим машинам, простите, по другим параметрам. То здесь тоже все далеко неоднозначно, против кого-то хуже, против кого-то лучше. Короче говоря, очень, очень сложно. Что меня действительно смутило, так это подвижность, которая уступает всего нескольким танкам на уровне. Точнее, не так, лучше нескольких танков на уровне, а уступает большинству танков. Потому что, как видите, зеленого гораздо больше, чем красного. Что касается доходности, 150%, и явно не фармер, тот же самый 5-4 ПЗшка, он имеет 152% доходности. При этом я точно знаю, что ПЗ 5-4 отыгрывается довольно неплохо. Раньше он игрался, безусловно, гораздо лучше, но на сегодняшний день продолжает плюс-минус хорошо играть. Что касается Матильды 4, здесь вообще практически 170%. И почему я взял именно Матильду 4 и ПЗ 5-4 как основных двух конкурентов? Ну, просто потому что эти машины вы всегда можете себе приобрести. Кто-то скажет, можно себе проходную машину в любой момент взять. Да, окей, согласен, но мы все-таки говорим с вами о прем-танке. Соответственно, с двумя премами основными я и попытался его сравнить. Как вы видите, по ДПМ он уступает, по пробитию и по Альфе все то же самое. Выстрела в минуту, перезарядка в пользу ПЗ 5-4 и в пользу Матильды 4-й. Короче говоря, ребят, вот так вот получается, что машинка, она существенно уступает во многих характеристиках основным своим конкурентам. Так что же делать нам со всей этой информацией и, в принципе, стоит ли покупать данную машину вам? Ответить на данный вопрос точно я не смогу. Что я точно смогу сделать, так это купить сейчас данную машину, ну и, соответственно, вместе с вами выкатить ее из ангара. Я думаю, что это будет максимально правильным, максимально честным. Я не ожидаю от нее прям какой-то буря эмоций. Я не ожидаю, что я буду данную машину часто выкатывать. Если бы я имел такие ожидания, я бы приобретал себе данную машину исключительно на основной аккаунт. Сейчас быстренько меняем с вами оборудование, меняем с вами снаряжение, амуницию. Ну и дальше будем пробовать данную машину в бою, такой, какая она есть на самом деле. Давайте посмотрим следующим образом. У нас есть возможность поставить себе всего два вида амуниции. Я в любом случае поставлю на время перезарядки. Вот это не вижу смысла ставить однозначно. Хотя, хотя у нас есть 15% к защите экипажа от ранений. Бог его знает, как воспринимает машина ранения экипажа, насколько часто критуется. Но пока попробую на улучшенной перезарядке, улучшении других параметров. И обязательно добавлю подвижности. Потому что подвижность, как мы с вами смотрели по техническим характеристикам, она оставляет желать лучшего изначально. Вот прям сразу, как только ты смотришь на ТТХ. Что касается вот этого всего. Пробитие, пробитие. Я бы не сказал, что хочется менять сразу. Потому что, в принципе, 110 потенциально должно нормально отыгрываться. Хотя, против кого попадешь. Часто ли попадаешь против шестерок. Ну, короче говоря, опять-таки будем смотреть по результатам боев. И что-то, возможно, придется откорректировать. Я поставлю на улучшение перезарядки. Увеличу себе ДПМ. На целых полсекунды уменьшу свое КДМ. Здесь оставляем, я думаю, да, оставляем без изменений. Без изменений здесь на подвижность сюда. Поскольку это практически картон, я добавлю себе, пускай 42, но все-таки ХП. Что касается времени сведения, времени сведения. Разброс. Разброс у нас и так, в принципе, заявленный неплохой. Вот время сведения меня тоже смущало. Короче говоря, вот так вот выставляем. Прав я или не прав, покажет только бой и, возможно, ваши комментарии. Что касается камуфляжа, сейчас по-быстреньком. Где он, кстати? Камуфляж, по-моему, начисляется сразу во внешний вид. И только оттуда ты его можешь потом выковырять. Где он? Вот он, если я не ошибаюсь. Так, просмотр. Ну, хорошо, договорились. А как мне на крупа его одеть? Где мой круп, которого я только что приобрел? Вот он. А открыть не могу. Не совсем понимаю, что за дребедень получилось у меня. Ладно, хорошо. Заходим еще раз через каму. Так, смотрим, смотрим, смотрим. А, вот он. Вот он. Дело в том, что я-то его искал в списочке повыше. Там, где камуфляжики покруче. Оказалось, что нет, не все так круто. Как казалось, это у нас был абсолютно не эпический даже и тем более не легендарный. Обычный редкий камуфляж. Но, а дели на него то, что, в принципе, к нему в комплекте продавалось. Ну что, погнали в бой. Сейчас только убедимся в том, чтобы нас не забросило в превосходство. А зайдем с вами во встречный бой. Так наши шансы не попасть к шестеркам возможно увеличатся. Но, по большому счету, возможно и нет. Ожидания такие, знаете, крайне странные. Я все-таки почему-то воспринимаю данную машину больше как легкие танки. Мне кажется, что в первых боях, пока ты не привыкнешь к этой машине, ощущение того, что он должен играться как легкий танк, тебя покидать не будет. Ну, просто исходя из размеров машины. С другой стороны, если это будет помогать ему бодро прятаться, да, то есть чем больше наша туша, тем легче в нее прицелиться, тем легче в нее попасть. Если же мы все-таки более компактные, как мне кажется, порой это помогает. Помогает, чтобы ваши соперники по вам не смогли попасть. Будет ли это работать на крупе, бог его знает. Многие круп, в принципе, позиционируют как машину, которую, ну, окей, хорошо, неплохо получить бесплатно из какого-нибудь контейнера. Многие позиционируют машину как такую, которую, если даже выпало из контейнера, то лучше бы она мне не выпадала, а выпало что-нибудь другое. Но не знаю, порой бывает такое, что ты приобретаешь себе машину и крайне сильно удивляешься тому, насколько ты малого от нее ожидал и насколько много она при этом тебе принесла. Итак, мы в топе, это уже хорошо. Против нас есть Черчилль, против нас есть М4 Шерман, который нам уступает по ТТХ. Есть Т1 Хэви, что меня, в принципе, не сильно радует, потому что Хэви необходимо как-то проковырять, а Матильду тоже, кстати, в том числе. Ну, короче говоря, сейчас будем смотреть, что с этого получится. Самым приятным для меня соперником сейчас является Т6Е1 Гризли. Ну, вот честно. Просто потому что, наверное, с ним будет легче всего бодаться. Кстати, ребят, напишите в комментариях, у кого прошел этот прикол, а у кого еще остался после обновления при входе в игру вас очень сильно притормаживает в начале боя и иногда по результатам боя в конце тоже тормоза происходят. Подвижность, ребят. Он едет не как легкий танк, безусловно, но и в то же время я не могу сказать, что он едет как стандартный средний танк. Вот, допустим, ПЗ-5-4 передвигается по ощущениям все-таки похуже. Поворотливость у машины довольно неплохая, мне нравится. Что касается углов склонения. Ну, вот так вот у нас склоняется орудие. Я бы не сказал, что прям совсем круто, но и плохого тоже ничего за склонением на данный момент сказать не могу. Скорость полета снаряда. Вытянется, товарищ, вперед? Нет? Приподнимется чуть-чуть? Или я зря сейчас ожидаю? Ладно, не будем тратить время. Поехали дальше. Найдем какого-нибудь зазевавшегося. Я так понимаю, что вражеская команда не здесь сейчас у нас находится. Явно не на этом фланге. Вот наш товарищ М4. Шерман. Подъедем как-то немножечко с кормы, что ли. А, вон Леопард у нас есть. Почему бы и нет? Поехали. Пока там кто-то меня светанул. Интересно, кто? Я так понимаю, что кто-то же должен быть, если я засветился. Но я почему-то не наблюдаю ни по количеству игроков, ни по чему-либо еще. Так, вот он. 164. Закинул сейчас. Бодро-небодро, не знаю, ничего не скажу. Попытаемся немножко быкануть. Ну окей, против Леопарда как бы типа танкуют, но я не могу сказать, что это прям показатель чего-то. Леопард все-таки не является прям супер пробивающей машиной. Он владелец пулемета, поэтому как бы я думаю, что не сильно приятно. Крутиться на месте машина очень бодра. То есть закрутить, допустим, у Леопарда однозначно не получится. Ну, это очень радует. Так, едем дальше. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, попытаемся ромбануть как-то. Хотя я не думаю, что что-то получится из этого. Блин, да что же вас так много? И всем надо именно я. Почему? Потому что вы знаете, что я пытаюсь снять честный обзор на данную машину. Или, блин... Ну все, поиграли. Окей, первый бой. Я с себя там каких-то, не знаю, косяков не снимаю. Может, я что-то неправильно сделал. Но в целом, ребят, получилось даже лучше, чем я ожидал. Да, безусловно, там я не супер кого-то прям разорвал в тряпки. Но все-таки, какой-никакой, мне кажется, результат я дал. И проигрыш явно не связан конкретно со мной. Вообще, налегке на пятом уровне закинул тысячу урона, практически ничего не делая. Сделал два фрага. Что касается фарма. Я не думаю, что есть прям смысл смотреть. Глянуть, конечно, глянем. Но это все-таки не бой для фарма. И уж тем более коэффициент явно не подходящий для того, чтобы фармить. В минусе не будете, как я понимаю. Если прям совсем сильно сливаться не будете. Но в то же время, ребят, горы серебра вывозить тоже не получится. Ну вот то, что я говорил, что, понимаете, если из семи человек только трое плюс-минус что-то сделали. А я считаю, что я сделал плюс-минус. Если смотреть на результаты команды, я типа супер отыграл. Но по большому счету, вот эти вот все ребята, они должны были быть рядом со мной. А кто-то даже гораздо выше. Ну вот как получилось, так получилось. Поэтому проигрыш явно не из-за меня. Явно не из-за крупа. Но, что для себя я подчеркнул. Что это такое? Реши... А, ладно, короче. Спасибо за рекламу. Что для себя я подчеркнул по результатам вот этой вот первой катки. Пробной, я бы сказал. Это следующие вещи. Первое. Подвижность хорошая. Углы склонения достаточно нормальные. Мы не успели заценить нормально время сведения, скорость полета снаряда и точность на дальних расстояниях. Но на ближних расстояниях орудие себя показало как точное. Время сведения нормальное, достойное, достаточное. Этот, что касается, ребят, позитивов и плюсов. А, да. Еще он, как показала практика на первом бою, он очень хорошо крутится на месте. Это надо отметить отдельно. Что касается, помимо вот этих вот плюсов, то, чего мне не хватило. Мне однозначно не хватило все-таки чутка брони. Хотелось бы, чтобы броня была чуть-чуть получше. Ну, это такое, наверное, больше придирка. Я понимаю, что это средний танк. Но хотелось бы, чтобы вот легкие танки вот так в игре игрались. А средние танки были еще чуть более бронированы. Ну, а тяжи уже были такими, какие они есть. Потому что, если, допустим, смотреть на градацию, да, легкий танк, средний танк, тяжелый танк. То средний танк, это должно быть что-то среднее между легким и тяжелым. Но Круп сейчас не показал себя как среднячок. То есть он не находится на экваторе между легкими и тяжелыми танками на пятом уровне. Потому что тяжи есть очень крепкие. Я понимаю, что есть очень слабо бронированные ЛТшки. Но все же, мне немножечко брони не хватило. И огромный, огромнейший минус данного орудия, это время перезарядки. Вот серьезно. Мне сейчас в первом бою не хватало конкретно времени перезарядки. И мне не хватало, я бы не сказал, что многого. Вот если бы хотя бы на секунду-полторы быстрее было время перезарядки, машина отыгрывалась бы просто великолепно. И при этом, как мне кажется, она бы явно не имбовала на своем уровне. Я не хочу сейчас ехать. Смотрите, никто меня не поддерживает. Сейчас ПЗ-4Д решил тоже поиграть в ПТ. На то направление никто не поехал. И у меня желания туда ехать самому нет абсолютно никакого. Кто этим двум товарищам подсвечивать будет, я не знаю. Но поскольку я средний танк, которого никто не поддержал, то уж точно я с ветляком работать не буду. Ну, просто потому что меня сейчас в ангар вынесут. Ну, я буду там бамбук курить, а меня будут потом за глаза обзывать. А если был бы активен чат, то еще и в чате бы мне написали, что именно я рачином. Я лучше подъеду сюда, посмотрю, может я здесь буду чем-то полезен. Хотя на коротких дистанциях, как показала практика, я явно не сильно живучий товарищ. Зато я очень точный товарищ. Вот видите, смотрите, сейчас не хватает перезарядки. Вот я перезаряжаюсь, перезаряжаюсь, перезаряжаюсь. Все это время я нахожусь в режиме ожидания. Понятное дело, что время перезарядки у танчика, оно должно быть. Но не без этого. Но все-таки, если бы перезаряжалось, ну блин, на полторы секунды быстрее, я думаю, что кайф от игры был бы совсем другой. Я сейчас попытаюсь... Нет, я сейчас уже не буду ничего пытаться делать. Я сейчас просто попытаюсь отсюда максимально быстро отвалить по одной простой причине, потому что сейчас меня разберут в щепки. Никого нет, опять команда вся слилась. Как так получается, я не знаю. Я не из тех ребят, которые любят хаять свою команду за то, что они типа там ничего не делают. Один я красавчик. Нет, ребят, я не красавчик. Но справедливости ради, согласитесь, ну вся команда сейчас тупо сливается. И сейчас проблема, по-моему, абсолютно не во мне. Двое ребят там что-то пытаются делать, но блин. Сейчас посмотрим опять на результаты. Что касается по пробитиям. Смотрите, ребят. Пробили башню, пробили борт. Здесь ничего удивительного нет. Пробили верхний бронелист. Пробили опять-таки по бокам борта. Короче говоря, рассчитывать на броню не стоит абсолютно. То есть вам необходимо быть готовыми изначально к тому, что вас будут пробивать все, везде и всегда. И как я понимаю, пробивать вас будут даже вполне практически спокойно четверки. И с учетом размера нижнего бронелиста, даже если верхний бронелист для кого-то из четверок будет неприступен, то нижний будут пробивать, ну просто таким, с радостью. 800 единиц урона. 200 не дотянули до показателя предыдущего боя. Ну и по результатам команды. Давайте все-таки посмотрим, кто что смог сделать. Ну, ребят, ну факт есть факт. Да, отыграли в этот раз уже немножечко лучше, но все-таки, допустим, вот этот взвод оказался абсолютно сливным. Не знаю, как так получилось. Блин, ну, короче, как получилось, так получилось. Не буду ничего комментировать на данную тему. Просто давайте зайдем в третий бой и посмотрим, что может сделать Круп 38Д, если, возможно, в нашей третьей сегодняшней катке. Четвертую делать точно не буду. Что все-таки Круп 38Д может сделать в бою, если команда в целом хоть что-то в бою будет пытаться сделать. Вот и все. Не знаю, получится или не получится. Вот эту карту я не сильно долюбливаю на нижних левелах по одной простой причине, потому что большинство игроков, особенно новеньких ребят в игре, они делают большую ошибку. Они пытаются быстро нахрапом все сделать. Здесь не надо делать нахрапом, здесь не надо пытаться прям ехать и быковать. Единственное, чего от тебя требуется, просто держать позицию. Не обязательно перекидываться куда-то наверх. Просто стой, жди, рано или поздно командочка соперников. Она начнет жадничать, она начнет вылазить. Вот, допустим, ПЗМ 4G, он решил подсветить всей своей команде, бодро выехать, отхватить два раза в кепку и заехать назад. Что меня сейчас действительно порадовало? Меня порадовало то, что сейчас у меня было непробитие, меня не пробили. Я сейчас пока не могу отвлечься, посмотреть куда. Куда был рикошет, сейчас глянем. Офиг его знает. Вот серьезно, не вижу я, блин, на этом каму, куда конкретно меня не пробили. Ага, вот ты где стоишь. Я сейчас попытаюсь как-то... Ну, видите, смотрите, размер корпуса, помните то, что я говорил изначально. В принципе, что-то он решает. Сейчас я стоял абсолютно полностью бортом, прячась за прямо стоящую ко мне машину. Как его там, господи, из головы вылетело. Как он называется? Олекта. Тот, который у нас товарищ идет перед АТ-2. Так вот, что самое парадоксальное, что даже стоя бортом у меня получилось сейчас захоныриться и не отхватить в бортину. И это, честно говоря, меня очень сильно обрадовало. Отправляюсь в ангар. Теперь разменяюсь лучше с тобой по урону. Так, дальше я никуда ехать пока не хочу. У меня нет абсолютно никакой поддержки. Есть вот этот товарищ, который пытается со мной поперестреливаться. У него, кстати, получается меня пробивать. Почему я говорил, что Гризли меня радует как соперник? Потому что он у нас товарищ картонный, и с ним у меня однозначно не будет абсолютно никаких проблем. Единственное, что он пробивает нормально. Точность у него довольно неплохая. Если ты умеешь пользоваться товарищем Гризли, Гризли. Так, что будем делать? Что будем делать? Поддержать Помиджао? Да, наверное, стоит Помиджао поддержать, пока там он стоит вот так вот, как-то косо-криво. И однозначно надо сейчас мне падать вниз, ехать к товарищам Самуэрте. По одной простой причине, потому что меня поехал выковыривать легкий танк, а с ним я не хочу сейчас встречаться абсолютно. Я лучше приеду сюда, заныкаюсь вот так вот за зданием, ну и, соответственно, буду здесь пытаться помочь Самуэрте разобрать. Главное мне за дом не выезжать, Самуэрте разворачиваться не будет, он боится сейчас отхватить. Ладно, я помешал, да? Блин. Очень-очень неудобно получилось. Я, честно говоря, думал, что Лео отсюда отъехал, и, соответственно, я ему не помешаю отбрасывать. Мне почему-то показалось, что он под горку поехал подтянуться. Слушайте, ну не такой круп плохой, как его рисуют. Вот серьезно. Не такое уж и дерьмо. Да, у него есть недостатки. Возможно, зная, что за 2000 в свое время выставляли Франкенштан, допустим, на продажу, за 2000 продавали кого-то у нас, СУ-100Y, то да, безусловно, если сравнивать с этими машинами, ценник, ну, типа, кусается, да? Потому что ты реально мог, добрался все-таки меня. Не, ну, молодец. Он действительно умничка. Вопросов нет. Но я свое накидал. Так вот, ребят, возвращаясь к теме, да, безусловно, за 2 косаря порой можно взять что-то бодрее. Но мы конкретно рассматриваем крупа. И я даже не хочу сейчас акцентировать внимание на ценнике, на крупа. Хочу акцентировать внимание на том, что, как показал бой, в котором команда себя нормально показывает, я набросал 2222 урона, сделал 2 фрага. Офигеть. Короче, одни двойки. Что касается результатов по фарму, то по фарму у нас получается вот такая вот Петруха. В целом не в минусе. Уже хорошо. Да, не в супер большом плюсе. И я вот в этом бою, ребят, ну, я получил удовольствие. Что-то я погорячился. А как так? Почему? Ну, не знаю. Я, честно говоря, был уверен, что команда отыграла неплохо сейчас. Оказалось, что у нас команда, она отыграла, блин, ну, ну, может, лучше немножечко, чем в предыдущих боях, потому что вот эти вот трое товарищей, они набросали там больше, чем 400 единиц урона по сравнению с предыдущими боями. Эти трое, да, ребята, они вообще прям сливно-сливно сыграли. Ну, не знаю. Тогда получается, что Круп вообще обалденная машина, если тебе повезет с боем, а может с соперниками повезет. Бог его знает. Ну, вот такой вот он Круп на самом деле, покупать или не покупать, безусловно, решение за вами. Мое дело показать машину такой, какая она есть и что она потенциально может вам предложить. Ну, а если вам нравятся такие видео, обязательно возвращайтесь на канал и для этого жмите на колокольчик и подписывайтесь на него. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok